МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости о сети. Расскажем о главных событиях к этому часу в студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11 многодетных женщин получили почетное звание мать-героиня. В преддверии праздника их поздравил глава республики Сергей Минейла. Подробнее через минуту. Как они приезжают сюда, мы к ним сразу приходим. Для меня это имеет большое значение. Во Владикавказ приехали специалисты Московского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Два врачи консультируют и осматривают детей. В случае необходимости корректируют терапию. Приятно, когда устраивают такие ярмарки, где люди могут показать свою деятельность. Молочные кондитерские изделия, пчеловодство, гончарное дело и национальная кухня. Предприниматели Алагирского района показали, чего можно достичь благодаря социальным контрактам с государством. В преддверии Дня матери глава республики Сергей Минейла поздравил многодетных женщин. За преданность материнскому долгу, терпение и самоотверженность в воспитании детей почетное звание мать-героиня получили 11 женщин. Руководитель региона поблагодарил за бесценный труд воспитания подрастающего поколения и пожелал им и их близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Отметим, что сыновья награжденных матерей участвуют в специальной военной операции. Самое святое, то, что есть человек, это мама. Дай Бог всем мамам здоровья, а у нас особые мамы. Вы многодетные воспитываете, воспитываете много детей и отдаёте им всю свою душу и любовь. За это вам огромный и низкий поклон. Когда у меня дети собираются, бывает весело, и внуки, и все вместе собираемся, бывает очень весело. Ну, они шумят, но ничего страшного. Это уже всё терпимо. Главное, чтобы было спокойно, мир на земле. Сегодня и завтра детей Северной Осетии будут обследовать кардиологи и сердечно-сосудистые хирурги Центра имени Бакулева. За два дня высококлассные врачи из Москвы проконсультируют больше ста маленьких пациентов с врожденными и приобретенными пороками сердца, аритмиями ишемической болезнью и сосудистыми патологиями. Подробности в материале Аланы Томаевой. Сначала пациентам проводят ультразвуковое исследование. Специалист внимательно изучает сердце ребёнка. По итогам УЗИ подробная консультация. Обсуждают каждую деталь и разрабатывают план терапии. Так уже шесть лет. Врачи Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Валтикавказ приезжают дважды в год. Два дня проводят бесплатные консультации. Многие здесь не в первый раз. Был врождённый порок сердца. В Бакулево прооперировались. Так получилось, что мы на консультацию именно в Москву после операции не попали, мы не поехали. Мы наблюдали здесь. И вот как они приезжают сюда, мы к ним сразу приходим. Для меня это имеет большое значение. Дальнейшую уверенность придаёт. Так мы всем довольны. Специалиста в республику приглашает Минздрав Северной Осетии. В этот раз в консультацию высококлассных врачей из Москвы получат 130 детей с врождёнными и приобретёнными порогами сердца, аритмиями, ишемической болезнью и сосудистыми патологиями. Как правило, приезжали детский кардиолог, врач функциональной диагностики и аритмолог. В данный момент бригада немножечко расширилась, то есть появились другие интересы. В этом году к нам ещё присоединилась перинатальная диагностика. То есть приезжает заведующая перинатальным центром, центр Бакулева, и так уж и гинеколог. То есть, соответственно, будет проводиться осмотр, консультация беременных, у которых есть подозрения на заболевание плода, в первую очередь с сосудистой системой. Соответственно, также будут продаваться консультации и помощь в направлении дальнейших действий, куда идти, к кому обращаться и как себя вести. Московские специалисты вместе с местными врачами проанализируют историю болезни и результаты исследований. По итогам разработают или скорректируют терапию. Пациенты, которым потребуется дальнейшее обследование или хирургическая помощь, смогут пройти диагностику и лечение в центре имени Бакулева в Москве. Алана Томаева, Давид Беттиев, Новости Осетии. В Федеральной службе исполнения наказаний сегодня чествовали коллег. Сотрудники управления поздравили ветеранов, поблагодарили их за вклад в систему и достойный пример. В торжественной обстановке им вручили почётные грамоты, благодарственные письма и медали. Также почтили память сотрудников погибших при исполнении служебного долга. Собрался, можно сказать, костяк. Люди, которые по 30-40 лет отработали в системе, заслуженные люди. Мы никогда их не забываем. То, чем располагаем, мы всегда стараемся вспомнить их. В этом мероприятии всегда принимают участие наши молодые сотрудники. Мы их привлекаем. Это такой, знаете, воспитательный момент. Кроме этого, в региональном УФСИН подвели итоги первого этапа пятого всероссийского конкурса «ВИВАТ-офицеры». В финал вышли четыре сотрудника. Всем вручили памятные подарки и дипломы. Оценивается в конкурсе не только их художественная самодеятельность, а те успехи, которые они достигли в служебной боевой подготовке, те навыки, которые они приобрели в производственной хозяйственной деятельности. Так что здесь оценка всесторонняя. Можно сказать, сотрудники очень достойные. И награда заслуженно нашла победителя. Деньги на развитие собственного дела. В Северной Осетии работает программа поддержки малоимущих граждан, которые могут заключить социальный контракт с государством. Только в этом году на эти цели республики выделили почти 200 миллионов рублей. Сегодня предприниматели Аллыгирского района показали результаты своей работы. На ярмарке была и наш корреспондент Сабина Гатагова. Молочная и кондитерская продукция, пчеловодство, гончарное дело и сувенирные изделия. Здесь на ярмарке представили самые разные сферы деятельности. Благодаря социальному контракту Мархамат Басова осуществила свою детскую мечту. Сейчас выращивает цветы и собирает такие яркие букеты. Еще мыльные розы. То, что у нас вот здесь в нашем магазине еще разное. Есть цветы. Желаем, чтобы расшириться дальше. Мы пока сами как-то вот так утруждаемся. Вот так, поэтому мы хотим как-нибудь расширяться больше. Надеемся на лучшее. Елена Саутиева тоже заключила соцконтракт. Ее ключницы, блокноты и кошельки из натуральной кожи. И все ручной работы. А напротив, стенд с работами известного скульптора Ибрагима Демеева. Он представил на ярмарке свои лучшие изделия. Например, здесь представлены исторические национальные экспонаты «Аландский царь Озбагатар», образ в виде гостеприимства осетин и совет старейшин. Вологире сегодня настоящий праздник. Это не просто отчет о проделанной работе. Гости с удовольствием знакомились с продукцией местных предпринимателей. Впечатления от ярмарки самые потрясающие. Приятно, когда устраивают такие ярмарки, где люди могут показать свою деятельность. Радует, что государство так помогает нашим начинающим предпринимателям. И, несмотря на пасмурную погоду, настроение всех повышенное. Мне кажется, таких мероприятий нужно делать больше. А это, пожалуй, самая вкусная часть ярмарки. Гостям провели мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов, дзека и шашлыков. По словам специалистов, люди активно заключают социальные контракты. Особенно популярна предпринимательская деятельность. Ярмарку посетила министр труда и социального развития республики Алина Эйдарова. Она высоко оценила представленные стенды. Вот здесь, на этой ярмарке, выставке продукции, мы уже видим результаты оказания этой помощи. То есть наши малоимущие семьи, они начинают свое небольшое дело. И здесь как раз таки представлены уже продукты их производства. Всячески будем их поддерживать и в дальнейшем, а также помогать им при реализации этой продукции. Такая мера поддержки действительно работает. Это говорят и специалисты, и участники. Только за два года в республике заключили уже 3000 социальных контрактов, а сама программа продлится до 2025 года. Сабина Гатагова, Артур Дудаев. Новости Осетии. Хаджимурат Гацалов возглавил сборную России по вольной борьбе. Нового главного тренера представил президент Федерации спортивной борьбы страны Михаил Мамиашвили. Напомним, ранее эту должность занимал Дзамбулат Тедеев. Хорошие новости для любителей зимних видов спорта. Во Владикавказе строят многофункциональный комплекс с развитой инфраструктурой и двумя ледовыми аренами для профессионалов и любителей. Проект реализует группа частных инвесторов. Строители набрали хороший темп и обещают закончить работу через год. Моя коллега Алана Томаева расскажет о новых возможностях. Пока здесь только бетонные стены, но через несколько месяцев. Это будет современная ледовая арена. Даже две. Одна для профессиональных спортсменов, вторая поменьше для начинающих и любителей. К строительству приступили год назад инициаторы группа частных инвесторов. Сейчас работы на первом этапе. На дальнем этапе у нас почти что закончены бетонные работы. Кровля уже почти что подходит к завершению. Точно так же идет отсыпка территории. Ну, то есть, все идет, пока вот дает погода, все, что погодные условия, пока что нет дождя. У нас блок 4 завершен, монолитные работы приступаем. В блоке 5, там будут металлоконструкции фермы под кровлю, кровля, также монолитные работы какие-то, заливка полос и всего остального, заливка полос. Это будет не просто арена, а целый комплекс с развитой инфраструктурой. Спортивные залы, 8 раздевалок с просторными душевыми, зона для зрителей. Появится сушильная комната для формы, территорию вокруг облагородят. А еще здесь будет хостел для размещения спортсменов. Здесь будет хостел на втором этаже, приблизительно на 60 человек спортивный хостел. Мы очень надеемся на то, что у нас будут проходить сборы. Будет из соседних регионов, может быть, даже из центральных регионов. Запрос на это есть. Сейчас в республике только одна ледовая арена. Это единственное место для тренировок наших хоккеистов. Здесь же на коньках катаются любители. Новой арены явно не хватает. У нас появится шикарная, хорошая, красивая новая ледовая арена с хорошим льдом. С хорошими раздевалками. Мы ее очень сильно ждем. Мы думаем, что это для детей огромные перспективы в будущем. Они смогут намного больше добиваться успехов, больше проводить тренировок, больше кататься на массовом катании. Лед будет постоянно в надлежащем состоянии. Я думаю, что это в первую очередь спропагандирует других детей на то, чтобы они ходили и занимались таким видом спорта, как хоккей. Центр оснося только самым современным. Хладогенератор конструировала фирма, которая изготавливает оборудование для катков на Красной площади. Арена будет готова примерно через год. Алана Томаева, Александр Кочиев. Новости Осетии. Команда инвалидов-ампутантов «Эристон» – многократный чемпион России. Последние 10 лет клуб не выступал из-за проблем с финансированием. В прошлом году глава Сергей Миняйло поддержал возрождение коллектива, и результаты не заставили себя ждать. На прошедшем в Сочи финальном этапе Кубка РФС «Стальная воля» наши спортсмены остановились в шаге от первого места и завоевали серебряные медали. Зоя Тараева расскажет подробнее. Завоевать мировое признание, вернуть былую славу. С таким настроем игроки футбольной команды «Ампутантов» и «Эристон» выходят на поле. Они тренируются в любую погоду. Всего в коллективе 15 человек. Трое уже выступают за сборную страны. Я получаю огромное удовольствие, играя в футбол. У нас очень хороший коллектив, даже очень много новых ребят. Они сразу все сгружились, все очень сильно дружат между собой. Всем это позитивное настроение. Постоянно все хотят попасть на тренировку. Из-за отсутствия финансирования «Эристон» не выступал больше 10 лет. При поддержке главы Сергея Миняйла и Минспорта меньше, чем за год своим трудолюбием и упорством они добились хороших результатов. Недавно команда вернулась из Сочи, где прошел финальный этап Кубка РФС «Стальная воля». Стали серебряными призерами. Уступили в финале 2-0, к сожалению, нашему известному сопернику из Барнаула. Но ничего, мы тоже с ними хорошо достойно выступили. Все ребята выложились. Между финалом и полуфиналом было всего час восстановиться. Ребята просто не успели, потому что полуфинал был мощный, с Грозным 3-1 мы выиграли. И эмоции очень много потратили, но не успели восстановиться. Хотя бы если бы еще пару часов, я думаю, результат был бы другим. На этом команда «Эристон» останавливаться не собирается. Говорят, есть к чему стремиться. Впереди их ждут новые вершины, которые, несомненно, удастся покорить. Зоя Тараевых, это Гопоев. Новости Осетии. В 50-й школе Владикавказа прошла благотворительная ярмарка в поддержку бойцов специальной военной операции. Ребята представили гостям традиционные блюда осетинской, армянской, грузинской, узбекской, азербайджанской и европейской кухни и изделия ручной работы. А еще дети подготовили танцевальные номера и выставку национальных костюмов. Школьникам помогали студенты-волонтеры СОКПИ. Ярмарка прошла под лозунгом «Мы разные, мы вместе». Все вырученные средства направят в фонд поддержки бойцов СВО. Мы хотели, чтобы они знали, что мы их любим, мы ими гордимся, хотим им помощь оказать. Я не ожидал, что с таким энтузиазмом откликнется вся школа. Это и среднее звено, и старшие классы, и родители подключились. Все великолепно понимают и с большим воодушевлением относятся к тому, что то, что родители приготовили, они сюда принесли, и вот теперь это все будет распродано, а эти деньги будут перечислены в фонд наших ребят, которые сражаются за них и за Отечество. Это им очень нравится, это их вдохновляет. Как правильно печь осетинские пироги, произносить традиционную молитву и соблюдать этикет? В Северо-Осетинском торгово-экономическом колледже прошли профориентационные мероприятия. Для ста учеников из Владикавказа и районов провели экскурсию по колледжу, организовали тематические и творческие конкурсы. А еще они прошли тест на знание нардского эпоса среди школьников и детей мобилизованных граждан. Мероприятие организовали совместно с региональным отделением Народного фронта. И мы уже по сложившимся традициям провели те мероприятия, которые проводим каждый год. В этом году мы провели массово, потому что настало то время, когда большое значение надо уделять патриотическому воспитанию, знанию культуры, традиций, истоков своих народов, своей родины, и знать то, что каждый в будущем родитель, будущий молодой человек должен знать свою культуру. Дети себя показали во всех номинациях, чтобы доказать и показать то истинное, то красивое, что есть у нашего народа. Красивое мероприятие, на которое мы пригласили детей мобилизованных. Дети изъявили желание сами поучаствовать в приготовлении тех самых национальных блюд, и в ближайшее время мы постараемся для них организовать такое мероприятие, чтобы они сами своими руками все это почувствовали и приготовили вот эти блюда. Инициатива совместная. Также у нас в конце недели празднуется во всей стране День Матери, и также к этому празднику мы решили приурочить такое хорошее мероприятие. Рассказы и монологи Ивана Тургенева, Владимира Высоцкого, Марины Яныкиной и других известных авторов. Юная Дана Ревазова представила моноспектакль «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду себя искать» или «Напишите мне роль». Юный чтец вместе с педагогом проделала большую работу. На премьере побывала моя коллега Томила Кцуева. От звезды к звезде. Вот он, Лесику, представь. Не верится, что этой девочке всего 10 лет. Она уверенно стоит на сцене, и зритель верит каждому ее слову. В свете прожектора юная Дана Ревазова покоряет сердца. Каждое выступление зал встречает громкими аплодисментами, и чтобы показать такой результат, она проделала огромную работу. Я решила, нужно людям рассказать всю мою программу за все мои 8 лет. Я решила выбрать самые-самые сильные произведения, которые произвели большое впечатление. Программу создавали вместе с педагогом, артисткой театра и кино Мариной Тихомировой. Она живет и работает в Москве и занимается сданной больше трех лет. Полгода подготовки в режиме онлайн и только одна репетиция на сцене русского театра. Как итог, мы на спектакль «Раз, два, три, четыре, пять» «Я иду себя искать». Дана как-то сказала, Марина Антольевна, вот вы в Москве со всеми учениками ставите спектакли, а я живу в Владикавказе, и получается, что я в них не участвую. Ну, я возьми и скажи, что ничего страшного, ты можешь одна его сыграть. Ну и вот мы решили с ней написать такую маленькую пьеску по ее произведениям. Выбрали самый, на наш взгляд, с ней содержательный, то, что будет интересно и детям, и взрослым. В программе произведения мировой классики и современных авторов концепцию спектакля «Космос» выбрали не просто так. Звезды заставляют мечтать, приздается Дана, и пусть зритель мечтает вместе со мной. А очарованная публика прожила все эмоции вместе с юной актрисой. Увидела месяц назад объявление о таком выступлении такой талантливой девочки, и не могла ни прийти, ни послушать, ни посмотреть, потому что девочка училась со мной в одной школе, и очень захотелось посмотреть, послушать. Моноспектакль «Большой прорыв». Сцена манит, но даже в образе она остается с собой. В будущем юная артистка мечтает выступать на сцене Большого театра и в кино. Самое главное, говорит Дана, быть открытой и не бояться покорять новые вершины. Томила Кцоева, Артур Дудаев, Новости Осетии. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин